Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу в прямом эфире. В пятницу в это время мы обычно подводим итоги недели. Есть действительно какие-то события, о которых хочется поговорить. Сегодня у нас в гостях представитель партии «Альтернатива» Валерий Петров. Добрый день! Добрый день! Может быть, начнем вот с такой новости. Мы буквально успели перекинуться несколькими словами перед началом эфира. И вы сказали, что пришло такое, может быть, обнадеживающее для многих наших радиослушателей сообщение или письмо из Рижской строеправы Бу-Валде по поводу инициативы вашей о восстановлении памятника освободителям. Может быть, несколько слов об этом. И действительно ли он нуждается в каком-то восстановлении в ремонтных работах? Потому что, ну, вроде бы кажется так не специалисту, что пока с ним все в порядке. Да. Мы две недели назад где-то приблизительно от общества, в правлении которого я нахожусь, пара из Аллета отправили письмо в Рижскую думу с просьбой разрешить нам заняться приведением памятника в порядок. Ну, то есть его реконструкцией, установкой дополнительного освещения, информационного стенда. И вчера мы получили ответ, что, в принципе, Рижская дума не против, надо будет просто все производимые работы согласовать с нужными инстанциями. Ну, в принципе, это значит, что дан старт, и мы имеем полное право приводить, заниматься этим вопросом уже не просто, что мы хотим. То есть Рижская дума официально подтвердила это, что на прошлой неделе мы были у самого памятника. Состояние, на самом деле, ну, очень плачевное. Если смотреть издалека, то кажется, что все в порядке. Если подойдете близко, постучите по той плитке, которая приклеена, она в 90-х годах, наверное, где-то была уже переклеена, но переклеили ее не по правильной технологии, и она уже вся начала отваливаться. То есть еще, допустим, год-другой, с учетом нашего климата переменчивого, и уже будет выглядеть все катастрофически. Другой момент, что если подняться чуть выше на памятник, там внутри есть технические сооружения, там выложена гранитная брусчатка частично, там все уже заросло настолько, что там деревья начали расти. Для этого мы от нашего общества организуем, как минимум, наверное, где-то, я скажу, 4 субботника. Это первый субботник у нас пройдет во вторник 21-го числа, потом во вторник 28-го числа, потом во вторник 4-го числа и 11-го. То есть с общими силами вы будете приводить? Да, мы также приглашаем людей, кто хочет поучаствовать в эти вторники. После 6 часов туда можно приходить, у нас там соберется немалая компания, у нас с собой будет казан, в котором наш коллега будет готовить плов, чтобы люди после того, как… Поработают, надо и закусить. Да, могли бы и поесть. Также мы обследовали, это не назвать акваторий, но милиционное сооружение, которое возле памятника, все дно усыпано плиткой, которая отваливалась. И, что самое удивительное, гранитной брусчаткой, по которой мы привыкли ездить, как улица Гертура стояли, то есть в какие-то времена кто-то приходил к памятнику, вытаскивал эту гранитную брусчатку с крыши этих технических помещений и просто кидал ее в воду. Никто эту брусчатку не доставал, а просто в тех местах, где ее не доставало, выложили уже новую бетонную брусчатку такого типа. То есть, соответственно, там надо будет заняться и подъемом всего, что свалено в это милиционное сооружение, ну и также можно будет тогда, наверное, исторически восстановить, чтобы там уже была не бетонная плитка, а назад гранитную плитку поставить. Поэтому еще раз повторюсь, что у кого будет желание, 4 субботника минимум будет, потому что там довольно большой объем работы, вокруг весь памятник заросший, никто там между плиток эту траву давно не выдергивал, там придется попахать. То есть, 21-28 числа, 4-11 после 6 вечера, это вторник, милости просим, приходите, если есть какие-то тяпочки, еще что-то тоже можно, ну мы, конечно, постараемся по возможности все закупить, чтобы было удобно, но если у кого-то есть тяпочка, еще что-то, приходите с удовольствием. Да, ваш коллега, я думаю, наши радиослушатели знают, Вадим Баранник, долгие годы возглавлял общественную организацию, 9 мая ОВ, поэтому он, наверное, не понаслышке знает вот все, что связано с этим памятником. Вот насколько, на ваш взгляд, велик риск, что те или иные политические силы, может быть, в Новой Рижской Думе или в парламенте мы знаем по-прежнему этот вопрос, не снятся повестки дня по инициативе такой группы граждан. Еще есть опасность демонтажа или сноса этого памятника под разными предлогами, там есть соус, под соусом преобразования Парка Победы и так далее. То есть, вы считаете, что есть такая еще опасность? Вы знаете, если мы сейчас не соберемся, не начнем приводить этот памятник в порядок, могут потом просто сказать, а зачем нам в таком состоянии памятник в центре города, на его месте лучше построить концертный зал. Сейчас то время, когда мы должны собраться и показать, что на самом деле это тот символ, вокруг которого собирается огромное количество людей, который несет определенную память. Соответственно, мы не можем допустить того, чтобы сейчас его снесли. И что для этого надо делать? Надо показать властям, что это место значимое, и просто так у них не получится это сделать. Если надо, мы выйдем и просто не отдадим его снести. Да, вот еще что касается памятника, вот вы сказали, что вот это такое письмо получено. Что может быть дальше? Что вы как общественная организация, где-то пара изолета может и дальше делать? Сейчас мы будем связываться с агентством памятников. У них есть обследование этого памятника. То есть, понятно, в каком он состоянии, что там нужно сделать. У них есть сметы даже, сколько это стоит. Вопрос в том, что город никогда не выделял на эти деньги, на это деньги. То есть, вот даже за предыдущие 10 лет, если посмотреть, никто не занимался и не вырывал траву, которая растет между грушатки. Но документы все есть, вопрос только финансирования. И понятно, что и в дальнейшем, возможно, произойдет так, что никто не захочет выделять на него деньги. Потом памятник придет в негодное состояние, скажут, что вы знаете, когда памятник пришел в негодное состояние, его реновация требует, знаете, 10 миллионов, нам экономически невыгодно его содержать, давайте его снесем. Нет, сейчас тот момент, когда мы можем мобилизоваться, собрать денег, отреставрировать его, пока это не требует суперогромных вложений, никто не сможет, как сказать, докопаться до того, что там он находится. Да, вот перед тем, как прийти к другим темам, я так понимаю, что все-таки вот это общество рассчитывает, прежде всего, на собственные силы, на поддержки. И мы надеемся на то, что государство или самоправление сейчас будет вкладывать средства на нестой. Абсолютно, абсолютно. Будем реалистами, да? Мы не рассчитываем ни на какие государственные структуры. Мы начнем собирать потом пожертвования, в принципе, по такому принципу мы установили памятник Виктору Цою. То есть, вначале это была просто инициатива, которой нужна была не очень большая сумма денег, поставили памятник, с годами поняли, что мы просто сделали его из бетона, обклеили плиткой, он под воздействием погодных условий начал разрушаться. Потом мы основали общество, где начали собирать деньги, и в итоге что у нас получилось? У нас памятник Виктору Цою, постамент сделан из гранита, то есть уже, можно сказать, навечно. У нас по проекту все было согласовано со всеми инстанциями, мы провели туда электричество, несмотря на то, что он просто стоит, можно сказать, на обочине дороги, далеко от цивилизации. В России выложена огромная площадка, где установлены скамейки, брусчатка выложена с художественным элементом солнца, то есть мы все сделали красиво, и в самом начале даже… А конника вообще Виктор Цой немало в Латвии. Немало в Латвии, во всем мире, если мы говорим о памятнике освободителям, то если там каждый год собирается 100 тысяч людей, если даже каждый сбросится по евро, то этого уже вполне хватит, чтобы там переклеить всю эту плитку, привести в порядок, почистить, покрасить сам памятник. Может быть, звезды, мы делали фотографии телеобъективом, тоже посмотрели, что звезды тоже уже в плохом состоянии, то есть это позолота, которая есть, она уже испортилась. То есть надо все сделать красиво, и, знаете, мне кажется, что всегда своими силами это получится еще гораздо дешевле, чем было запланировано у агентуры по надзору за памятниками, потому что здесь могут присоединиться какие-либо бизнесмены, кто-то там пожертвует раствор. Многие люди, профессионалы, плиточники, еще что-то, они уже вышли на связь, кстати, большое спасибо после того эфира, когда мы об этом разговаривали и предложили свои услуги. То есть был резонанс такой, да? Был резонанс, позвонили люди, знакомые мои, также многие строители откликнулись и сказали, только вот скажите, когда что, и люди готовы туда прийти, и абсолютно не взимая никакой платы, Бескорыстно, да? Бескорыстно абсолютно просто привести этот памятник в порядок. А это самое главное, потому что работа будет стоить больше всего. Плюс сейчас занимаемся поиском, если всю плитку не удастся поднять, восстановить, но чтобы все было красиво, плитку, как мы знаем, эту гранитную везли с Украины. То есть может быть где-то там можно найти на каких-то, я не знаю, складах, еще где-то... Похожую плитку, да? А может и прямо такую же плитку. Вот и сейчас занимаемся этим моментом. Да, потому что часть плитки, которая попадала в воду, к сожалению, даже от удара в воду, она сломалась. Да, вот может быть еще и другие темы, чтобы мы успели все обсудить. Я вот заглядываю, понятно, на Фейсбуке разных политических деятелей, естественно, на ваш Фейсбук и партию Альтернативы. Я знаю, что очень много спортсменов у вас, ну я и те, кто раньше были спортсменами, те, кто активно занимается спортом, и те, кто привлекает вот горожан к занятию спортом, естественно, они следят за политическими, за спортивными событиями и за околоспортивными. И я знаю, что даже вам были вопросы на Фейсбук, знаете ли вы, что происходит в Федерации футбола, там бушуют нешуточные страсти. Если бы это, конечно, помогало футболу и нашей сборной, может быть, мы были бы рады, но мы знаем, каковы успехи, в кавычках, сборной Латвии. И, насколько я понял, вы тоже попытались понять, углубиться в этот вопрос, что происходит в этом футбольном хозяйстве. Давайте об этом тоже несколько слов сказать. Да, вы знаете, я на самом деле ужаснулся. Вначале мне пришел один комментарий, давайте обсудим вопрос по Федерации. Тут я начал сразу звонить знакомым тренерам, людям, которые играют в футбол. Я услышал такие вещи, что у меня волосы дыбом встали. У нас футболисты, многие получают зарплаты в конвертах, многие матчи договорные, Федерация вообще не заботится. То есть, если мы зайдем на сайт Федерации, то их самая главная задача – это развивать футбол в Латвии. Мы смотрим, что Латвия там находится за 140 какой-то позиций, на уровне какой-то Анголы. И все, что происходит, люди начинают рассказывать, как люди, которые там работают, выигрывают конкурсы, только приближенные фирмы к этим людям, чуть ли не родственники. Все настолько открыто и нагло, что мне кажется, некоторым государственным органам надо было бы появиться. Я так понимаю, что недавно были какие-то следственные действия оперативные. Да, но пока что ничем не закончилось, ничего не слышно, но это были в футбольных клубах где-то. А вот я думаю, в Федерации надо присмотреться. Люди, которые допустили бюджет Федерации в районе 10 миллионов в год. В принципе, немаленький бюджет для общественной организации, прямо скажем. Да, который неконтролируемый, я не нашёл на сайте, если мы залезем на любой сайт муниципального предприятия, департамента, везде можно найти зарплаты чиновников, куда что потрачено. Там не найти никакой информации. Если открыть, вот я даже сейчас сразу открою, посмотреть, там нет фотографий членов правления даже. То есть, чёрные прочерки стоят. То есть, вообще никакой прозрачности. Тренера, с которыми разговариваешь, в шоке, что происходит, они сами ищут каких-то спонсоров хотя бы, чтобы в воду футболиста можно было. Ужасная ситуация. Ужасная. На самом деле, люди, которые допустили, что Латвия играет на уровне Анголы, но должны быть, наверное, привлечены даже к уголовной ответственности. То есть, в хоккей мы играем очень даже неплохо, если посмотреть на мировом уровне. Но футбол – это позор на самом деле. То есть, с этим надо что-то делать. Футбольные поля. Много игроков, которых талантливых, там в Дауга, в Пилсе, ничего нормального не построено. То есть, инфраструктура запущена, вокруг происходят только какие-то разборки, дележка денег и выигрывание конкурсов. Мы знаем, если мы говорим еще о других темах, об актуальных событиях этой недели, то, к сожалению, то, что сейчас сообщает служба профилактики заболеваний, что поменьше имеет три вспышки различных в разных местах Риги не только, а были выявлены за последнее время. COVID-19, определенные ограничения уже возвращены в общественных местах и, прежде всего, в кафе, в ресторанах, барах и клубах. Судя по всему, это еще не предел, будет и гайки, если так можно сказать, закручиваться и дальше, если вот это вспышки будут продолжаться. И вот возникает вопрос, совсем не так много времени остается до выборов, 29 августа, значит, в конце сентября новая Рижская дума приступит к своими обязанностями, если не произойдет что-то экстраординарное. Вот на ваш взгляд, что придется делать вообще Рижской думе, как реагировать на экономические последствия для Риги от этого ковида, видимо, и каким-то образом придется сокращать бюджет. Как вам кажется? Ну, будет, мне кажется, тут даже не всей Риги, тут всей стране надо будет реагировать, потому что и страну после таких последствий и Ригу ждет серьезный кризис. Если мы посмотрим на частный сектор, что сейчас происходит с ресторанами, с частным бизнесом, он очень сильно пошатнулся. Известно, что будет вторая волна. И хотелось бы, наверное, все-таки больше уйти, что должно сделать государство. Мы всем известны, и все трубят со всех сторон, что будет вторая волна. То есть, ну, как бы известно, будет вторая волна, то где повышение зарплат медикам? Где подготовка к этой второй волне? То есть, люди, которые будут рисковать своими жизнями, о них опять никто не думает. То есть, это опять показывает то, что государство… Даже те доплаты, которые были, они были только на период чрезвычайной ситуации. То есть, фактически 9 июня все закончилось, и доплаты закончились. Да, ну, может быть, поставят еще один какой-нибудь монумент, памятник надо врачам. Но нет, людям надо кормить свою семью, надо обеспечить их специальными средствами защиты. То есть, подготовиться к этому всему. Этой подготовки особо не видно. Да, к сожалению. В Рижской думе, конечно же, также есть муниципальная полиция. Много сотрудников, которые следят за безопасностью. Их тоже надо обеспечить всеми нужными средствами защиты. Социальная поддержка, конечно, можно отказаться, может быть, от некоторых строек века. Примерно концертного зала акустического, да, прямо на… Да, да, это, конечно, не относится, опять-таки, к Рижской думе. Да, конечно. Здесь надо смотреть в разрез того, что Рижская дума должна очень хорошо сотрудничать с государством и доносить, что нужно. То есть, если жители, видно, что будут страдать, у них не будет работы, у них нечему будет платить за коммунальные платежи, то давайте уже подумаем, как господин Каринч сказал, денег у нас в бюджете так много, сколько до этого никогда столько не было. Потом было выявлено, что около 500 миллионов можно убрать с неперспективных проектов. Я думаю, людям надо будет уже оказывать тогда точечную помощь, просто перечисляя деньги, как это делают многие страны. Когда человек уже сам знает, что где-то вот надо заплатить за квартиру, там надо купить медикаменты. Если люди лишатся работы и процедура получения социальных пособий будет слишком сложной, ну, это грозит катастрофой. Да, у нас много звонков, одевайте, пожалуйста, наушники, по крайней мере, один звонок до перерыва мы успеем принять. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, Константин. Да, Константин. 3 миллиарда евро. Это последний финансовый насос в стране, который качает такие деньги. Понятно, что все претенденты идут на рижский муниципалитет воровать. Это знаете вы, это знаем мы, это знаете все. Южный мост, Замокси, это Рига-Сатекс, там можно перечислять в Самой Первой Думе. Почему мы должны вас туда допустить, в отличие от кого-то другого? Вот в чем вопрос. Спасибо, да, но поскольку у нас агитация запрещена, поэтому так, попрошу Валерия дипломатично ответить. И может быть действительно надо как-то, не знаю, менять мышление, вообще порядок, чтобы такие мысли избиратели посещали реже. Вы знаете, ничего уже не поделать, 30 лет политики сыграли свою роль, и только своим примером мы можем показать, на самом деле, что политика может быть другой. Почему за нас? Потому что мы единственная партия, которая не зависит от людей, которые начиная с середины 90-х годов растаскивали имущество рижан по своим карманам. У нас нет с этими людьми ничего общего, у нас своя сильная команда людей, которые знают, как работать, которые умеют работать лучше других, и мы не будем стесняться рассказывать о том, что где происходит. Мы знаем на самом деле, что нужно изменить, чтобы конкурсы не затачивались в определенные кампании, а чтобы выигрывали лучшие, а не приближенные к власти люди. Наше достоинство в том, что этих людей мы хотим оттуда сами прогнать. Да, вот тоже часто задают вопрос, может быть, вот под эту сурдинку, если так можно сказать, борьбы с коррупцией, не произошла, не приведет ли это к тому, что вот следующая новая дума, особенно если определенные силы придут туда и сформируют коалицию, просто не начнет распродажу вот этих муниципальных предприятий, приватизацию. Ну, мы давно слышим о Риге Санамопроводниках. Тут, безусловно, если придет к власти та власть, которая управляет страной, то продадут всё без зазрения совести. Абсолютно. С молотка улетит Рига Санамопроводниках, вначале опустошат карманы Рижан накопления на их счетах дома. Может быть и такое. Ну, конечно. Сейчас компания, изнутри приходит информация, сотрудники многие звонят, жалуются вообще, что за беспредел, там творится такое ощущение, что специально топят предприятия. Подготовка уменьшает финансовые показатели, чтобы потом можно его было дешевле купить. Давайте посмотрим хотя бы на… Ну, были ли когда-то предприятия у нас такой целью Парвелда, которая принадлежала Рижской думе. Предприятие в момент, когда оно увеличило свой оборот с 10 миллионов до 20 миллионов, оно начало активно выигрывать конкурсы не только в Риге, по всей стране начали повышаться показатели. Рижская дума его продала, и теперь это предприятие за очень короткое время, выиграв многие конкурсы в Рижской думе, оно просто окупилось в разы. А кто его выиграл? Люди приближённые также к политике. Тут так же самое теперь люди, приближённые к политике, хотят уже построенный, так сказать, бизнес просто за коврыжки какие-то по лимонаду просто приватизировать. Приватизировать. Да. И, по большому счёту, это опять к предыдущему вопросу. Мы знаем, что планируется, что на самом деле хотят, скажем так, прихватизировать, и мы готовы этому противостоять. Как мы противостояли той же мусорной реформе, никто никогда не мог подумать, что 4 депутата в Рижской думе выйдут против олигархов и скажут нет, что мы против того насоса, который за 10 лет может выкачать с Рижан из серии 700 миллионов. Такие суммы, да? Такие суммы примерно были бизнес-проекты с мусорной реформой. Но не исключено, что к этому всему захотят попозже вернуться опять. Мы видим опять, что во всех микрорайонах почему-то вдруг возникла проблема с вывозом мусора. То есть, мусор не вывозит. Не было, не было, и вдруг... Да, да, то есть, Рижскую думу распустили из-за того, что под предлогом мусорного кризиса. Рижскую думу распустили, и начался кризис с мусором. Что потом могут сказать? Вы знаете, надо что-то менять, всё-таки вводить другую систему вывоза мусора, сортировки этих бытовых отходов, и мы возвращаемся опять к схеме, которая приведёт к повышению тарифов до 23 евро за кубический метр мусора. Так у нас и работает. Валерий Петров у нас в студии, один из лидеров партии «Альтернатива». Прервёмся буквально на пару минут. Я вижу, что много звонков. Не переключайтесь. Да, Валерий Петров у нас в студии, один из лидеров «Альтернативы». Вот перед тем, как мы продолжим принимать звонки, может быть, ещё такой вопрос в продолжении этой темы. Очень много сейчас такое модное слово есть, вызовов у Новой Рижской думы, которое в конце сентября приступит к работе, мы надеемся. Но один из них – это старый жилой фронт, более 80% жилых домов в Риге. Или это советские эпохи, или это довоенные дома. И здесь, конечно, я думаю, тоже рижскому властям надо более активно, наверное, действовать. Ну и следующее – это, конечно, проблемы парковки в микрорайонах. То есть, есть с чем заниматься. Может быть, вы ещё набросаете 2-3 проблемы. Понятно, парковка в микрорайонах – это живая тема, которую никто все эти годы не решал. Деньги на это найти крайне просто. Люди, приезжая в центр города, оставляют за парковки в районе 10 миллионов в год. Такой порядок цифр. Да, то есть, если эти деньги перенаправить на благоустройство микрорайонов, именно парковочных мест, то возможно сделать парковки с видеонаблюдением, возможно откупить участки земли участников. Зачастую говорят, у нас там нет земли, там частная. Да всё уже приватизировано. Да, ничто не мешает Рижской думе, если надо выкупить землю. Если где-то надо, её можно даже отчуждать и менять, выдавать другую землю из резервного фонда. Вопрос приоритета, просто-напросто. Если посмотреть на состояние микрорайонов и некоторых районов, они вообще бы забыты абсолютно. Кому интересно, на самом деле зайдите к нам на страничку, ко мне, к Алексею Росликову. Там есть прекрасные видео, Алексей ездит по районам, разговаривает с жителем, показывает, в каких условиях многие люди живут. 21 век, на Че-Куркаунсе у людей нет канализации центральной никакой. То есть, там до сих пор выгребные ямы во многих домах. Как казалось бы, Че-Куркаунс, он там... 21 век, Европейский Союз, столица. Столица. Евросоюзского государства. Столица, да, у нас в центре города выгребные ямы. Хорошо, что ещё всё-таки есть электричество, а не личина. Да, да. Только было запустили хорошую программу по софинансированию домов, 50%. То есть, все жители домов могли получать скидку в 50% на ремонтные работы. Но это уже сильно облегчает, в принципе, нагрузку. Нет, закрыли программу. Мы за то, чтобы эту программу восстановить. Если будет ещё какое-то еврофинансирование выбить, то вообще было бы замечательно. Но, как я вижу, я всегда этому удивлялся, что почему-то у правительства, у многих политиков люди вообще не приоритет. Всё что угодно, да? Да, да, но это нужно менять. Мы живём все в этом городе. Надо в первую очередь думать о людях, а не о бизнесменах, которым нужно сделать такой, как сказать, отдать дорогой, но не очень нужный проект. Да, это интересно. Ну, вообще, вот эта тема мусорная, которую вы подняли в первую часть нашего эфира, фактически вы говорили о другом аспекте, но под предлогом ведь вывоза мусора начались все вот эти, есть такое слово здесь, можно сказать, разборки активности вокруг Ириджеской думы, и всё это привело в итоге к роспуску. Да, да. То есть, основная причина была мусорная реформа. То есть, город не справляется, но до этого не было... Справлялся, да, теперь... Справлялся. Теперь по весне, как сказать, выживаемость чаек и их кормовая база увеличилась настолько, что жители микрорайонок в шоке. Вчера был в Кингараксе. Площадки с мусорными баками стоят открытые полностью, всё не просто даже открытые, а бак мусорный открыт и прижат к стенке. То есть, человек даже если захочет закрыть мусорный контейнер, он его не закроет. Там ворошатся вороны, чайки... И запах соответствующий. И запах соответствующий. Никто за этим не следит. Во многих местах мусор вообще по каким-то причинам не вывозит. Ну, такое ощущение, что специально создают новую платформу для того, чтобы можно было ввести новую систему, можно было сделать это дороже. Обосновывая это тем, что предыдущая система, видите, не справляется. Если за этим всем следить и штрафовать те же мусорные компании, всё начнёт выполняться в срок и как нужно. Вот ещё, может быть, такая тема, она весьма важная. Когда мы говорим, что не ремонтировались... Очень многие, так сказать, не решалась проблема и со стоянками, и мы видим в каком состоянии дороги мосты. Может быть, надо вообще подумать о какой-то, не знаю, специальной программе в следующей Рижской думе именно по приведению в порядок объектов инфраструктуры. Потому что если ещё, ну, мы говорим, старый Рига, может быть, тихий центр ещё приведён в порядок, то вот дальше даже по многим улицам едешь в центральном вроде бы, да, но ужас. Да, катастрофа. Здесь вопрос, который... Всё уже настолько запущено, что только рижане уже не справятся с этой проблемой. Напомню, что большинство дорог, там дотация от государства смешная, на неё не восстановить это всё. Остальное ложится на плечи рижан. Но Ригу использует вся Латвия, в принципе, сюда едут грузовые автомобили. Люди приезжают работать на налоги, платят в других самоуправлениях. Самая главная проблема на уровне государства, что покупая топливо, мы платим акцизный налог. За машину мы платим дорожный налог. Но все эти деньги просто попадают в общую казну, и нет отдельного фонда, который бы аккумулировал эти средства. То есть, если я заплатил за топливо, я хочу, чтобы этот акцизный налог потом пошёл на ремонт и дорог на восстановление. Если я получу дорожный налог при прохождении техосмотра, я тоже хочу, чтобы эти деньги шли на ремонт дорог. А они уходят неизвестно куда. Только не на ремонт дорог. Но потом под списание появился ковид, пандемия, закупили маски втридорога, и вот эти деньги, которые мы планировали, что будут направлены на ремонт дорог, разлетелись по чьим-то карманам просто-напросто. Если посмотреть на ту же Эстонию, у них уже в 90-м году был создан такой фонд. Поэтому и состояние дорог у них на голову выше, чем у нас. Да, это правда. Ещё будем принимать звонки. Валерий Петов у нас в студии. 612-12-939. Добрый день. Слушаем вас. Валерий Абик, добрый день. Янис, меня зовут. Смотрите, вы сейчас говорите то, что люди хотят слышать. Вот реально мы всё это знаем, нормальные здравомышленные люди. Что у нас есть проблема с дорогами, где разворовывается этот фонд. Что бабусиков мы платим просто миллиарды с этих транспортных, дорожных налогов. За какую-нибудь, вот я сейчас машину там регистрировал, старенькую Пежо, надо заплатить в ЦСДД 150 евро. А в Литве надо будет заплатить, там, порядка может быть 15-20 евро, да, за первую регистрацию. И эти деньги не дорожный налог, а транспортный налог. Так его как бы спрятали. Дорожного налога нету. Вот, ну, бумажки там написаны. Куда ни копни в Риге, у нас везде проблемы, там, детский садик, попробуйте ребёнка поставить. Нету детских садов, там, дороги, там, многоквартирные. Ну, нормальная, может быть, тема из всего, ладно, там, может быть, похвалю. Мне кажется, вы там были тоже учащиеся. Так. Так, пропала связь. Пропала связь. Вторая попытка. Лето, может быть, другой радиослушатель. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, я бы хотел задать вопрос господину Петрову. Пожалуйста. Алло. Да, слушаю вас внимательно. Задавайте вопрос, да, пожалуйста. А, вопросы. Значит, очень хорошо было всё сказано про наши памятники, которые восстанавливаются, про дороги. У меня главный вопрос, это междворовые дороги, которые проходят как бы с больших... Внутриквартальные. Да. Да, потому что состояние ужасное. И ситуация такая, что если даже какие-то пожары, медицина, я сколько раз здесь видел, не могут подъехать. То есть машины стоят с двух сторон, а в серединах всегда стоят большие зелёные, как говорится, травка, которая, ну, никому сейчас не нужна. Может быть, раньше по ГОСТам, она, ну, как бы, были планы. Но сейчас это одно время было, что их можно было переделывать. Но сейчас как-то весь этот вопрос был снят, и всё тишина. Машины, я говорю, в два ряда стоят. То же самое, вот, я живу в Умонте, есть такая улица Зентамес. Если там машины ставятся с двух сторон, там школа, там дети, там пешеходный переход. Вот, бывает так, автобусы, вы знаете, у нас очень большие, широкие. Всё, если один автобус проходит, значит, машина не навстречу уйдёт, и задние идут за ним дальше. Не знаки. Одно время там поставили знаки. Потом буквально через неделю их всех сняли, и, ну, непонятка какая. Вот это, что если, я говорю, у него команда действительно хорошая, и человек, он, так говорится, и технически разносторонний, и спортивно разносторонний. И, дай бог ему команду такую, которая бы занялась этим проблемой. Спасибо большое. Вот по поводу внутриквартальных дворов. Там, конечно, проблема, чтобы это не была земля, которая принадлежит частным лицам, тогда самоуправление не может вкладывать деньги. Вот что с этим делать? Всё решаемо, на самом деле. Всё решаемо. Всё это отговорки. В большинстве случаев там просто надо очень много работать, очень скрупулёзно с этим всем работать, посвятить много сил. Но это всё решаемо. У нас есть департамент развития города. Если мы берём, то давайте, у нас есть район, например, Кингаракс, либо Плявники. Берём этот район целиком, и его надо перепроектировать. То есть, вся эта внутренняя коммуникация, дороги, вся инфраструктура, она уже просто устарела. Она не может выдержать той нагрузки, того количества автомобилей, которая туда заезжает. То есть, надо всё это делать абсолютно по-другому. Как сейчас выходишь с подъезда, перед тобой сразу дорога, по которой проносятся автомобили. Но приятнее же выйти из дома, где ты вышел, а перед тобой пешеходная дорожка. И ты с поводом можешь передвигаться по району. Машины чуть-чуть дальше отдалены от окон, не паркуются. Когда они заводятся, выхлопные газы с этих окон не летят к жителям. Только комплексно. Это как просто перекладывать сейчас дороги новым асфальтом в микрорайонах, это как мёртвому припарке. Это не решит проблему. И если уже делать, то надо делать и подходить к этому грамотно. Взяли район. Я уже приводил пример. Готовый на маленький пятачок возле центрального базара выделить 30 миллионов с удорожанием до 50 миллионов. За 30-50 миллионов целый микрорайон можно вообще перепроектировать и переделать полностью. Но я говорю, тут вопрос приоритетов, вопрос желания. Потому что это сделать что-то одно маленькое и дорого. Есть план, я знаю, ремонт внутриквартальных. Да, но они не предусматривают единичные случаи, когда жители сами собрались, перепроектировали свой двор, пошли в исполнительную дирекцию. И когда им кладут новый асфальт, то кладут уже по новому проекту. Но это на пальцах можно пересчитать. И это когда сами жители этим занимались. У нас есть для этого департамент развития города. Его само название развития города подразумевает то, что они должны этим заниматься, идти в ногу со временем. То есть увеличивается количество машин. Понятно, сколько их можно спланировать, их будет дальше. Нам нужно строить муниципальное арендное жильё, чтобы молодёжь не уезжала за границу. Зачастую, когда исполнилось 18 лет, 19 лет, кто-то хочет уже жить без родителей. Завести семью. А где взять деньги на снятие квартиры? Хочется людям уже, может быть, и в новостройке жить, и в новостройках это 600 евро в месяц. Плюс коммунальные. Кто это может потянуть? Какая должна быть заклата? У города есть уникальная возможность одолжить деньги в государственном банке, построить дом и просто сдавать его в аренду по 4 евро за квадратный метр. Такие арендные дома, кстати. Арендные дома. На Первой Республике это очень широко... Да, это и за границей, и у нас вообще эра кочевников сейчас. Люди часто могут менять свои страны, жильё, и человек также, если что-то вдруг здесь случилось с работой, даже надо уехать, он может в любой момент собрать свои вещи, уехать, у него не будет зависшая ипотека, у него не будет переживаний, что он заплатил уже 50 тысяч за квартиру, ему осталось заплатить ещё 10. И за ремонт у него тоже переживать. Да, и у него отобрали в итоге эту квартиру. Ну, сколько таких случаев. А тут люди, молодые семьи, люди с ограниченными возможностями, в каком состоянии у нас находятся, они просто заперты по домам, они не могут выйти, если человек живёт даже на первом этаже зачастую, у него нет элементарных, как это сказать, приспособлений, чтобы выйти из дома, спуститься на улицу. Нам уже надо, если мы строим такое жильё аренное, также позаботиться и об этих людях. Их приоритет, их туда, потому что они вычеркнуты из жизни нашего города, их огромное количество. Мы просто не замечаем, потому что они не могут выбраться на улицу. Ещё один звонок, наверное, примем, очень много звонков по двум линиям. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Да, пожалуйста. А я по поводу пешеходной термотошки. Я там жила когда-то на пятом этаже, там, когда люди шли по тротуару, все разговоры, стопанье ног было слышно на пятом этаже, как будто у меня по подоконнику. А ведь там очень много таких домов. И там живут и пожилые люди, и дети. О них кто-нибудь подумал, их спросили. Вы можете себе представить жизнь в постоянном празднике? Да ещё и мусор будет на тротуарах. Где никто про жителей... Говорят, вот для жителей Риги хорошо. А для жителей улицы Тербатес это очень хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Да, тоже интересное... И я попрошу, один динамик в этом наушнике не работает, я бы с самого начала прослушал. Да, наша радиосульсница, говорю, вспоминаешь, она когда-то жила на улице Тербатес, где очень, видимо, хорошая акустика. И она жила на пятом этаже, люди идут по этой площадке и даже слышат, что они говорят, и как топят их ног. Сейчас мы знаем, что хотят эту Тербатес превратить в такую пешеходную, пока не имея временно. Но я так понимаю, что определённые неудобства для жителей Тербатес это тоже создаёт. Это создаст, я думаю... Ну, чем закончится этот эксперимент, мы увидим. Но, думаю, когда начинаются такие эксперименты, первое, кого стоит опросить, это жители этой улицы. Хотят ли они этого? И тогда можно, если получен позитивный ответ, там более 60% жителей сказали, да, нам нравится, что у нас будут под окнами теперь ходить люди. Может быть, они шуметь автомобили, да, но когда в принудительном порядке просто кто-то придумал из-за того, что опять у людей, там, у приближённых к власти где-то построена новая недвижимость, и она сейчас плохо продаётся. А когда появляется пешеходная улица, сразу цена на эту квартиру может вырасти, либо у кого-то там куплен на первом этаже магазин, и его не сдать в аренду, потому что малый поток людей. Ну, это две абсолютно разные причины. То есть, одно дело забота о интересах рижан, а другое дело забота о узком круге лиц. Но никто не опрашивал жителей Тербатас, хотят ли они эту улицу видеть пешеходной. Я думаю, надо было бы начать с этого. Да, ещё, наверное, одна проблема, это, видимо, для нового жилища Думы вряд ли этим будет заниматься временная администрация, это активизация бизнеса в городе, потому что мы знаем, что очень многие улицы, где ещё в 90-е годы были разные интересные магазинчики, но они фактически сейчас мёртвые. Отсюда написано, изера, изера, сдаём, сдаём, продаём, ничего там не происходит. Вся торговля, естественно, сосредоточилась в торговых центрах, где есть по большей части бесплатная парковка, и вымирают вот эти вот улочки Риги. Вот, наверное, ещё одна проблема. Тут много что. Здесь вопрос не Рижской Думы, даже администрации, а вопрос политики всего государства. Малый бизнес вообще зажали невозможно. Я продал бизнес, у меня была аптека, но какая с аптеками ситуация, вот просто с чем я столкнулся в реалиях? Невозможно открыть больше ни одной аптеки. Три сети есть, да. Есть несколько сетей, да, и искусственно ограничена возможность другим в этот бизнес каким-либо образом зайти. 500 метров, если я не ошибаюсь. Не только 500 метров, на количество жителей выдаётся количество лицензий по пропорции. Соответственно, в тот момент, когда приняли закон, лицензии уже было выдано больше, чем количество жителей, и никто новый открыться не может. Ты вот, стоит одна маленькая аптечка, тебя со всех сторон душат эти сети, потому что они сами завозят эти медикаменты. Другим аптекам они продают их чуть подольше, подороже. Подороже, да. Подороже, потом. И как с этим бороться? Ну вот, да, у меня в семье мать фармацевт, сестра фармацевт. Пришлось подать, фактически. Да, потому что невозможно, инспекции приходят как гестапо, просто там проверки, там где-то пыль, там штраф, ещё что-то, ну невозможно, просто выживают. И это же вопрос не только аптеки, это маленького магазинчика где-то на районе, как продуктового, так и товарного. Торговые центры понастроились, они просто съели весь малый бизнес. То есть, в торговый центр, посмотрите, на какие суммы там аренды, туда могут позволить себе только крупные бренды заходить. Там нету… Сетевой маркетинг, по сути. Да, да. То есть, есть чем вообще заниматься для поддержки малого бизнеса? Вопрос же не только, что у нас бардак в Рижской думе, у нас бардак в стране и практически во всех отраслях. Мне даже сейчас тяжело привести какой-то пример, где можно было бы сказать, а вот тут у нас, вот этим мы можем гордиться. Тяжело, крайне тяжело, мне даже на ум не приходит. Можно только посмотреть и понять, где, наоборот, всё сделано не так, как нужно. Об этом мы тоже поговорим в наших следующих. Эфир Валерий Петров у нас был в студии, один из лидеров партии «Альтернатива». Большое спасибо. Спасибо большое, всем слушайте.